Новый термин «опасное вождение» появится в правилах дорожного движения. Об этом Дмитрий Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами. Речь идет о ситуациях, когда водитель создает угрозу на дороге. Например, резко тормозит без причин, не соблюдает безопасную дистанцию или умышленно создает помехи другим машинам. Для таких торопык будут предусмотрены серьезные штрафы. Но главное — равенство всех перед законом. Чтобы, например, влиятельные папы не могли помочь своим сынкам, которые устраивают на дорогах гонки, опасные для жизни других людей. Подписанию этого правительственного постановления предшествовала долгая дискуссия на тему точной формулировки термина «опасное вождение». Дело в том, что в правилах дорожного движения это не оговаривалось до сегодняшнего дня никак. Хотя любой автомобилист в нашей стране неоднократно сталкивался и с любителями шашек на дорогах, немотивированного резкого перестроения, так называемыми торопыгами, сгоняющими с полосы движения миганием фар впереди идущую машину, или теми, кто пытался проучить не уступавшего ему дорогу водителя. Теперь, как утверждают в правительстве, фраза «опасное вождение» юридически оформлена в поправках к правилам дорожного движения. Но корректировки все еще возможны. Запрет на опасное вождение не должен, конечно, быть поводом для злоупотребления в отношении добросовестных водителей. Именно поэтому мы довольно долго обсуждали саму формулировку так, чтобы никаких двусмысленностей в определении термина «опасное вождение» не было. Поступило немало предложений. В результате документ был доработан. Если потребуется что-то откорректировать, если мы увидим, что что-то все-таки срабатывает не так, как нужно, это нужно будет сделать, предложить поправки в законодательство, потому что это новый опыт. Но нам есть резон этим опытом воспользоваться именно для того, чтобы предотвращать наиболее такие опасные нарушения правил дорожного движения, которые совершаются водителями. На официальном сайте кабинета министров можно найти все изменения в правилах. А вот на интернет-ресурсе открытого правительства юридические формулировки примеров опасного вождения объясняются более доступным способом. Специальные видеоролики даже озаглавлены так, как обычно в сердцах нарушители называют сами водители на дорогах. Торопыги, нервяки или вот упертый. До недавнего времени одна из сложностей была в том, как фиксировать подобные нарушения. Но месяц назад были приняты поправки в законодательство, по которым отныне суд будет рассматривать в качестве доказательств, в том числе и видеосъемку. А это значит, что при помощи видеорегистратора на вашем автомобиле можно уличить нарушителя. Поверьте, их видно на дороге. И если это будет грамотно определено и зафиксировано, я думаю, у водителей не будет возражений. Так что мы считаем, первое, это должно быть объективность, и второе, зафиксировано обязательно на какие-то технические средства фиксации. Кстати, видеокамера, а точнее прямая трансляция в интернет по хождении компании так называемой «золотой молодежи», за дорогим внедорожником которых полицейские гонялись по Москве почти 6 часов, уже может повлиять на судьбу и хозяина машины сына вице-президента Лукойла, и его друзей, которые, как они сами пояснили, возвращались в приподнятом настроении из ночного клуба. Они сами снимали то, как оскорбляют сотрудников ДПС. Вот они, ДПСы, вот они, ДПСы. Несмотря на то, что прокуратура сегодня уже во второй раз отменила дело о хулиганстве с формулировкой, цитата, «редакция этой статьи не позволяет по ней квалифицировать действия участников тех событий», тем не менее молодым людям грозит уже другая статья Уголовного кодекса. «Публичное оскорбление представителя власти». Официальный представитель Следственного комитета уже прокомментировал это в Твиттере. Статья не самая строгая, но зато в Уголовном кодексе. Так что за действия и слова ответить придется, и папы не помогут. Как похоже, не поможет папа и Антону Иванюженкову. Он, сын экс-главы Министерства спорта Бориса Иванюженкова, пытался обогнать повстречный другой автомобиль. Вырезался в остановку, где стояли люди в подмосковном Подольске. И вместо помощи раненым начал быстро скручивать номера со своей машины. Сегодня суд продлил еще на 72 часа срок его задержания. На сегодняшнем заседании правительства говорили и о размере штрафа за опасное вождение. Это тоже была одна из тем для обсуждения. Сторонники сурового наказания приводили в пример США, где за подобное могли оштрафовать на 5000 долларов. Или даже Великобританию. Там за это можно получить два года тюрьмы. Но в России, скорее всего, наказание будет иным. Предварительно нам говорили о том, что этот штраф должен быть около 5000. Но вот как раз все дискуссии в последние два месяца говорят о том, что вообще за такие примеры необходимо предусмотреть более высокий штраф. Каким этот штраф будет, станет известно ближе к осени, после общественных консультаций и проработки вопроса в правительстве. Антон Верницкий, Юлия Ходорова, Первый канал.